Доброе утро, мои хорошие! Сегодня у Нюты спрашиваем, что хотели бы вы сегодня, чтобы вам привезли. Она говорит, я хочу шоколадную колбасу. Я такая сделала, думаю, ого! Ну, в общем, сейчас буду делать песочное печенье для того, чтобы сделать из него шоколадную колбасу. Сначала сейчас поставлю маргарин, чтобы он начал таять, а уже потом буду делать тесто. Но, значит, посмотрела я, думаю, сделаю я две с половиной порции этой колбасы. И думаю, ну что, я сейчас буду муку отмерять, вот это вот все. Посмотрела я, значит, на упаковке муки, написано 2 килограмма. Думаю, по идее должно быть минус кг, да? Ну, плюс еще бумажная упаковка, то есть там должно быть больше, чем 2 килограмма. Ставлю я на весы, я вам сейчас покажу. Я уже была просто откровенно, ну, мягко говоря, удивлена в таком повороте событий. Отключаем весы. Отключаем весы и ставим мука в пудовку. Здесь, получается, должно было, ну, побольше бы, чем 2 килограмма, да? Здесь 1992 грамма. Это точные весы, да, там где была граммовка. Думаю, нормально. То есть здесь по факту сколько не хватает? Где-то грамм 50 муки. Если делать партию, к примеру, тысяча штук по 50 грамм, не досыпая в каждую упаковку, представляете, как можно сделать бизнес неплохой? Думаю, ну, это, конечно, очень нечестно. Я, говорю, первый раз купила эту муку и как-то не очень приятное ощущение. В следующий раз задумываешься, брать или нет. Ну, сейчас посмотрю вообще, как из нее печь. Может, сейчас еще останусь в восхищении. Ну, это, конечно, лучше муку проверять на каких-то хлебобулочных. Вот тогда, да, то есть там ты видишь, как оно поднимается и так далее. Ну, ладно, сейчас буду делать песочное тесто. Так, растопила маргарин и сейчас добавлю сюда 5 яиц. Делаю 2,5 порции. Девочки, рецепт для вас оставлю на единичную порцию. Яйца какие-то совсем маленькие, думаю, 6 штук положу вместо 5. Девчонки, рецепт вообще мега простой. Здесь яйца, маргарин, сахар, разрыхлитель и мука. Все. Вообще, на самом деле, это я вот сейчас кладу разрыхлитель теста. Мне надо 2,5 ложки. Так, все. Просто буду перемешивать и добавлять муку. Девчонки, я не знаю, с чем это связано. Я всегда кладу определенное количество муки, да. У меня должно сейчас уйти ровно килограмм. У меня ушло намного больше. Смотрите, у меня ушло где-то на 300 грамм больше, чем я использовала бы с обычной мукой, которую я обычно покупаю, да. Не знаю, как это объяснить. Девчонки, кто занимается кондитером профессионально, или кто понимает в этом, объясните, почему так. Почему обычно я бы сделала на 300 грамм меньше бы муки положил, почему этой муки ушло больше. То есть, чтобы у меня получилось, нужна консистенция с тестом именно. Не знаю, с чем связано. Так как я потом все равно буду отправлять на мясорубку, поэтому вот так вот разложила, а бы как. Первая партия печенья готова. Сейчас Рома собирает здесь мясорубочку, и будем печенье отправлять на мясорубку. Я сначала думала, может быть, одну партию сделать, чтобы на печенье, а одну партию печеньем сделать. Я такая, Роме, как ты думаешь, как лучше? Он говорит, а что лучше будет есть? Я говорю, ну, вот эту шоколадную колбасу точно будет лучше есть. Он говорит, ну, ты сама ответила. Делай тогда из всего шоколадную колбасу. Я, ну, поняла, тогда буду так и делать. Вот так вот выглядит мое печенье, которое сейчас достало. Оно еще такое, ну, горяченькое, еще не остыло до конца. Все, печенье сделали, перемололи. А здесь по колене еще пытаюсь что-то убираться, что-то делать. И сейчас хочу еще пожарить печеночные оладушки для девчонок в больницу. У меня нет сахара, закончился. Ну, он есть, но его не хватит. Поэтому сейчас я жду папу, он должен приехать и сахар привезти. А я пока буду жарить печеночные оладушки. Сделала тесто. Там приготовил, куда я буду складывать. И здесь сейчас. Жду масло, пока нагреется. Пожарила я печеночные оладушки. Получились они у меня вот такие. Значит, делала я из печенки бараней. Она немножко отличается, конечно, немножко, существенно отличается от говяжьей. Но именно баранья печенка, она очень хорошо поднимает демоглобин. Я боюсь, что у меня девчонки откажутся из сами оладушки. И я хочу схитрить и сделать им в виде гамбургеров. То есть, положить туда между двух булок. То есть, такая маленькая хитрость. Надеюсь, что от гамбургеров они не откажутся. Такие у меня будут ингредиенты. Оладушки, салат, соус, помидорки и сами булочки. Вот этот вот соус для бутербродов он вот такого вот темненького цвета. Сейчас вот буду собирать я наш бутербродик. Так, что нам дальше? Я думаю, как салат на сверху получится. Обычно вообще салат не складываю. Вот так у меня вот так вот все выглядит. В целом, мне кажется, аппетитно. Надеюсь я, что девчонкам понравится. Делаю сейчас, сделаю уже тесто для шоколадных колбасок. Здесь я их заворачиваю. И побежала их замораживать. Боюсь, что не успею. Успела я. Я думала, что я не успею с этими колбасками. Что они у меня не успеют заморозиться. Все успело заморозиться. И я уже приехала к девчонкам в больницу. Уже бесится, ничего не болит? Лидия мне говорит, мам, посмотри, какой я порядок навела. Видишь, какая ты умница, да? Умница какая. Как все хорошо, сложила аккуратно, да? Угу. Это я тебе не себе расправила. Это ей понадобится. Она фокусе переворачивает и опять убирает. Да? Молодец какая ты. А может, я у меняю какое-то деньги. Не знаешь, как сделать это? Я так испугалась. У нее спрашивают, где вилочка маленькая? А что ты прям так испугалась? Я не знаю. Не знаю. А что колясия? Нашла потом? А где ты нашла? Тетечке. Говорю, вот у вас вы не забирали вилку? Вот с такого вот, да, раньше. Она такая, да, я делаю такую. На ужине вам отдам. А я, Инка, собирала, сразу положила. Говорю, смотрите, у вас вот такие вот все одинаковые вилки, ложки. Не потеряйтесь сервиза. А сейчас она ложку отдала. Сейчас ложку отдала? Нет. Да. Нет. Не-а. Ну а где она? Вот у меня сегодня есть мышечка в чеке. Это Лидочка. Хоп, и оставила. Лиду, стешь кушать будет, так нечем, дочь. Они тоже сами берут. Нифига, ты уже почти закончила или закончила? Я уже закончила. Закончила? Нифига, ты точно тебе из-за нецебы было нечем. Нифига, ты как будто... Она так сияет, когда на нее смотришь. Вообще класс. Это мы светофорию ее покупали. А что, вот это так уже должно быть? Да. Да? Странные они как-то. Так это смотрится, да? И вот теперь тоже нечем заняться. Ну, у тебя же это еще не собрано. Святая. Санта-Малярта. А там у нас досути уже суперквич сидит. Мама, это что? Это? А что ты убрала? Это я вам колбаску уже привезла. Так. А что это? Ну, сейчас тебе покажу что-то. А тут что, ты чай не выпила? Глянь, что тут. А это буддеры? Буддеры. Будешь? А-а. А что? Здесь у них печеночные, эти, ладушки. Вам для гемоглобина очень надо. И я немножко схитрила, сделал гамбук керамиду. Моя, вы, может, так будете есть. Да, Лидусь? Мама. А удара нельзя убирать. Забрать их домой не нужен тебе уже? Ну, не нужен. Нужен? Да. Пластилин куда ложить? Лучше на эту крышечку ложить. Ну, чтобы ничего нигде не выпачкать. Здесь же у вас нет дурочки специальные. Ты потом поиграешь и сюда назад положи его, ладно? Как? Ну, как, аккуратненько. Ты просто цвета не смешивай. Это как играть, не смешивая цвета. Вот он, красивый, да? Какой я, где пластилин, Лидусь? Да. Ну, привет. Сейчас пришел кормить своих питомцев. Хотел показать малышку. Эта девочка я тут проверил. Получилось так, что пока давал воду, открыл клетку, блин, мамочка выскочила. Ну, я воспользовался моментом. В это время решил проверить. Она тогда у нас, получается, щенилась, всего одного щененка принесла. Ну, и стало интересно мне, кто же это. Вот взял, достал малышку этого, посмотрел. А девочка обрадовался. То есть, мне кажется, такой хороший, так сказать, приплод. Хоть и одна, но надеюсь, что тут девочка крепкая. Вот сейчас покажу вам, какая красавица уже выросла. Вот, подросла ли. Ну, она такая еще малышка, прикольная. Сейчас покажу. Пришел только кормить, открыл. Тут уже пустая клетка. Вот. И вот такая малышка, маленькая девочка. На, да. Мама злая. Как по-другому. А, вот огурчик тебе, а? Сейчас давай. Недорого тебе положить. Что ты подобрела. Спряталась девочка. Что-то я тут пока смотрел. Что-то, не знаю, видно их было. Я с этого ложу все. Где девочка твоя? Ну-ка, показывай ее. Ну-ка, показывай, где она. Она очень агрессивно себя ведет. Ну, как сказать, защищает ребенка, как по-другому. Агрессивно че-то немножко. Сейчас буду открывать водичку, поменяю. Там чашка у нее стоит. О, она девочка. Видно ее? У меня красавица такая. Красавица у тебя, доченька твоя. У меня сидит. Иди погрызи огурчик, девочка. Ладно, буду поить, управляться. Вот тут у меня девочки. Подсадил, кстати, одного мальчика к этим девочкам. Вот сейчас они с мальчиком живут у меня. Такую семью создал, так скажем. Вот. И тут вот они мальчики у меня. Мальчики. Вот это, кстати, агрессивный какой-то мальчик с самого детства. Вообще агрессивно себя ведет. И тут мои девочки. Вот сейчас жду, когда моя красавица, моя, моя красавица, когда она уже, у нее животик уже такой большенький. Надеюсь, что скоро принесет приплод. И вот у меня еще одна девочка с ней сидит. Вот они, их я уже покормил, они кушают у меня. Вот. А вот он мой, так сказать, глава семьи. Да? Глава семьи. Ой, какой ты злой, я знаю. Какой ты злой у меня. Да? Он жирноватенький. Он чуть-чуть. Вот. Ну, вроде как, с заданием со своим справляется. Вот. У меня еще есть жоржик. Но что-то мне не понравилось. Сейчас я вам расскажу. Я, получается, тогда отсаживал. И так получилось, что в клетках убирался все полностью. То есть у меня здесь есть такие поддоны вот эти, которые вытаскиваются, ну и вываливаются. Да, все. А внутри в клетке все равно остается порой какая-то еда. Ну и как бы сказать, чтобы не травмировать, так скажем, психику. Я их всех вытаскиваю. Отсаживаю в клетку. В одну большую. И, получается, убираю там, чищу досконально. Вот так как гигиена прежде всего. Вот. И, получается, подсадил. И у меня получилось так, что я уже решил отсаживать девочку, которая у нас последняя ощенилась. Потому что времени довольно много прошло. Я решил, что уже все хватит. Пора бы подсадить к мальчику. И решил подсадить ее к Жоржику. Я не знаю, как так получается. Видимо, когда они жили всей семьей и всей кучей, они вот этого большого признали. Как там, как сказать. Ну, у них же вообще матриархат. Но факт в том, что как бы его они в семью включили. Жоржик какое-то время жил у нас. Пока мы его выхаживали, отхаживали. И я, как понял, сейчас девочки его не воспринимают, как член семьи. И получилось так, что он охоту проявлял какую-то в этой общей клетке. И я это заметил, решил, что подсажу-ка я тебя, девочка, к Жоржику, к нашему. Ну, и как бы вы там все хорошо. Он как бы не отходил от нее. А этот мне показал, что зажирнел сильно. И как бы, ну, они когда жирнеют, у них желание пропадает, так скажем. Насколько мне известно. Ну, я решил, думаю, да и пускай. И дело такое. Она что-то как-то кричала все первые дни. Мне еще Оксана сказала, Ром так кричит. Ну, нафиг, отсади. Ну, я, знаете, думаю, ну, делаешь такое, все равно. Это животный инстинкт как бы не было. Все равно, мне кажется, все должно было благополучно получиться. И потом я прихожу, а он ее подлез, такой, обижает. Она, что-то у нее кровь откуда-то бежала. Он ее, короче, бьет, блин. Я, ах ты, такой нехороший мальчик. Я отсадил его отдельно сразу. Ну, и потом, соответственно, подсадил этого. И все прекрасно, знаете. Все прекрасно. То есть, вот они его как член семьи все-таки, видимо, считают. И считаются с ним, и как бы они хорошо сидят, все нормально. А с Жоржиком почему-то какая-то агрессия, крики какие-то, блин. Короче, ужас. Вот, ну и все. Я решил, что Жоржик, видимо, не сможет нам дать потомство. Как-то так. Ладно, все, буду управляться. А то я заговорил со мной. Субтитры сделал DimaTorzok